Работа Лобинского отдела МВД получила оценку прокурора и район администрации. Полицейские отчитались за первое полугодие. Пришло время платить налоги. Уведомления за 2014 год уже разносят налогоплательщикам по месту прописки. Лобинские полицейские подвели итоги деятельности за первое полугодие 2015 года. Отчетное собрание состоялось в присутствии межрайонного прокурора и первого заместителя главы района. В начале мероприятия начальник отдела МВД России по Лобинскому району, полковник полиции Юрий Голота, вручил очередные звания. Затем особо отличившихся сотрудников за образцовое исполнение служебных обязанностей и достигнутые успехи в охране общественного порядка поощрили почетными грамотами. Далее присутствующие личный состав отдела и приглашенные заслушали доклад начальника штаба Виталия Запорощенко. Подполковник внутренней службы отметил, что приоритет в работе лобинской полиции отдавался обеспечению безопасности граждан, защите их прав и законных интересов. В текущем периоде личным составом отдела решались задачи по защите жизни, здоровья, прав, свобод граждан, противодействию преступности и охране общественного порядка, обеспечению общественной безопасности. По итогам первого полугодия 2015 года отделом в целом обеспечен контроль за оперативной обстановкой на территории обслуживания. В отчетном периоде произошел рост на 15% числа зарегистрированных преступлений. Вместе с этим на 5% снизилось количество совершенных преступлений тяжких и особо тяжких составов. Сравнительный анализ структурных посягательств, совершенных на территории района в текущем периоде, показывает, что от общего числа зарегистрированных преступлений тяжкие и особо тяжкие преступления составляют 12%. При краевом показателе 19% кражи 47%, при краевом показателе 41%. Преступления, совершенных на улицах в общественных местах 40%, при краевом показателе 29%. В первом полугодии текущего года основные усилия сотрудников были сосредоточены прежде всего на раскрытии и расследовании преступлений. В отчетном периоде расследовано на 33% больше уголовных дел, соответственно подняли в отчетном периоде на 2,5% и общий процент раскрываемости. Начальник отдела заметил, что необходимо уделять больше внимания профилактике и раскрытию преступлений против собственности, обеспечению общественной безопасности, снижению уровня преступности на улицах, а также вопросам профилактики дорожно-транспортных происшествий. Юрий Галотов поблагодарил сотрудников за службу и выразил признательность за конструктивное сотрудничество администрации района и другим силовым ведомствам. Татьяна Щукина, Георгий Сопов, телекомпания «Лаба». Налогоплательщики уже начали получать уведомления об оплате транспортного и имущественного земельного налогов за 2014 год. Следующая информация будет полезна тем, кто еще не оплатил их, так как некоторые категории граждан имеют льготы. Но тем не менее специалисты городской администрации рекомендуют не затягивать с уплатой, ведь от этого зависит решение многих городских вопросов. Уважаемые налогоплательщики, продолжается уплата имущественных налогов, налог на имущество физических лиц, транспортный налог и земельный налог. Предельный срок уплаты данных налогов в этом году 1 октября. Хочу напомнить вам о том, что уведомления на уплату данных налогов направляются налогоплательщику из Волгограда налогсервис по месту прописки. Хочу заострить на этом внимание, что именно по месту прописки налогоплательщика. Поэтому, если вы прописаны на одном адресе, а проживаете на другом, необходимо свои документы на уплату взять там, где вы прописаны. Если у вас произошли какие-то изменения с адресом проживания, необходимо предоставить документы в налоговую инспекцию по адресу красная 67-1 кабинет 107, где вам будут произведены изменения вашего места проживания и данные документы будут направляться там, где вы находитесь. Уведомление, которое вы получаете на уплату налога, значит, содержит адрес, фамилию, имя, отчество и расчет каждого налога, где указан объект, по которому начисляется налог, инвентаризационная стоимость, срок уплаты, за какой период начисляется, и коэффициенты, на основании которых начисляется налог к уплате. Остановлюсь на коэффициентах. Значит, по отношению к прошлому году налог на имущество и транспортный налог начисляются без изменения, так же, как и в прошлом году. По земельному налогу, согласно решению Совета Лобинского городского поселения, изменился коэффициент для начисления земельного налога. В прошлом году от кадастровой стоимости коэффициент был 0,15, а в этом году кадастровая стоимость умножается на 0,3, и, естественно, налог на землю увеличился к уплате в два раза. При получении уведомления, обращаю ваше внимание, при получении уведомления необходимо тщательно изучить расчет каждого налога. Если вы с чем-то не согласны, если вы увидели какую-то ошибку, или же в сроке, или же дважды у вас указан адрес, не спешите уплачивать этот налог, а необходимо пройти в налоговую инспекцию для того, чтобы уточнить и разобраться, и вам будет выписана правильная квитанция для уплаты налога. Значит, что касается льгот. Льготы носят заявительный характер. Налогоплательщики, которые имеют право на получение льготы, обязаны, так гласит кодекс, обязаны ежегодно предоставлять налоговую инспекцию, кабинет 107, документы, подтверждающие право на получение данной льготы. Это справка об инвалидности, это пенсионное удостоверение и другие документы. Значит, от земельного налога, от льготу на уплату земельного налога имеют инвалиды первой и второй группы. Хочу заострить ваше внимание. Инвалиды первой и второй группы, третья группа не освобождается от уплаты земельного налога. От налога, льготу по налогу на имущество имеют граждане, имеющие любое пенсионное удостоверение. Таким образом, при предоставлении данного пенсионного удостоверения копии налоговую инспекцию, налогоплательщики освобождаются от уплаты налога на имущество. По транспортному налогу также имеются свои льготы. Инвалиды первой и второй группы также освобождаются. Пенсионеры уплачивают 50% женщины, достигшие возраста 55 лет, мужчины, достигшие возраста 60 лет. То есть, хочу напомнить еще раз вам, что льготы носят заявительный характер и необходимо предоставлять копию документа, на основании которого вам произведут перерасчет налога и предоставят вам квитанцию правильную на уплату налога, то ли это будет 50%, то ли это полностью освобождение. Значит, еще раз хочу сказать, что доставку уведомлений осуществляет почтовое отделение связи. В 2014 году также доставку уведомлений осуществляло почтовое отделение связи. По каким-то причинам многие налогоплательщики не получили эти уведомления, и на сегодняшний день остается задолженность налогов, сумма задолженности по налогам за прошлые года. На основании этой задолженности налогоплательщики приглашаются на комиссию в администрацию по повесточкам, где мы просим принять участие в комиссии по задолженности за предыдущие года. Во избежание таких неприятных вещей, во избежание таких непонятных ситуаций, каждый налогоплательщик обязан пройти в налоговую инспекцию в кабинет 107 и произвести сверку расчетов в своем лицевом счете. То есть, когда вы на руки получите акт сверки и увидите всю информацию о сложившейся ситуации, то есть задолженность, начисленная уплата и задолженность на конец года, вы можете быть спокойными, увидев то, что у вас там везде нули. Если у вас там имеется задолженность, вам необходимо прийти сюда в Красное 44 двор ЖЭК или же в налоговую инспекцию в 107 кабинет для того, чтобы получить квитанцию и уплатить свою задолженность за предыдущие года. Обращаюсь к вам, налогоплательщики, уважаемые жители города, в избежание потери этих получивших документов, так как срок еще не наступил, а уведомления уже разосланы. Те люди, которые уже получили это уведомление, большая просьба произвести оплату данных налогов в ближайших своих отделениях связи или же в Сбербанке, или же в других отделениях банка, которые находятся недалеко от вас. Спасибо за внимание. Партнер выпуска компания «Окнопарк». «Окнопарк. Надежные окна» по доступным ценам. Сразу после выпуска новостей прогноз погоды. Всего вам доброго. До свидания. Только в «Окнопарке». Окно 1,20 на 1,30. Одно положение открывания с подоконником и отливом всего 4 250 рублей. «Окнопарк». Телефон 8-918-354-58-48. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА До свидания. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует...